Идиот Достоевского Идиот Достоевского – второй его великий роман из великого пятикнижия. Не просто второе произведение, их много было, но именно великое пятикнижие, великие пять романов, которые такой критик, как Григорий Померанц предлагал рассматривать все вместе, что все эти пять романов как бы составляют единое целое. И герои, они как бы все кочуют из романа в роман, противопоставляются, сочетаются друг с другом. Чтобы понять роман Достоевского, говорил Померанц, надо все пять сразу читать, и такая идет там перекличка. После огромного успеха преступления и наказания, вы знаете, Достоевский вынужден был бежать за границу, потому что его преследовали кредиторы. Он же взял на себя все долги брата покойного, не хотел, чтобы брата ими позорили. И он вынужден был бежать за границу вместе с женой. И за границей, вначале в Германии, в Дрездене, потом в Женеве, потом во Флоренции, он пробыл в течение с 1967 по 1971. Четыре года он не был в России. Четыре года. Страшно тосковал по России, и Россия ему была необходима. Вся его, так сказать, связь с Россией была в письмах к друзьям. Майкову, Страхову, племяннице Соне Ивановой. И к тому же газеты. Он всё время ходил в читальне и читал, с запоем читал русские газеты. Всё, что творилось в России, отражалось в этих газетах. Вся уголовная хроника, вся, так сказать, ну такая бытовая хроника, всё это было в этих газетах, всё это впитывал в себя Достоевский. Как получилось, что он вышел... Да, преступление Казань имело великий успех. Он сразу приобрел великое имя. Как получилось, что он вышел на другой роман? И как вообще он приступил к нему? Он решил разбогатеть игрой. И, приехав за границу, там в Баден-Бадене, где-то там в Самсон, в Ивее, он стал страшно играть. Так играть, что просто это был ужас. Анна Григорьевна молодая, которая его вторая жена, которая его обожала и была моложе его на 24 года, и его обожала. Анна Григорьевна с ума буквально сходила, не зная, что делать. Они и так были нищие. А он проигрывал всё. Она уже потом была беременна. Он проигрывал её вещи. Ну, уже не говоря о кольцах, разных каких-нибудь украшений. Он проиграл даже её юбку. Причём чулки проиграл тёплые. Причём он сам себе был не рад. У него были такие страшные перепады настроения. Он проклинал себя, ползал перед ней на коленях. Говорит, натура моя такая подлая, страстная. Во всём я до черты дохожу и за черту перехожу. Что вот делать? И всё не мог отстать от этого. Ну, может быть, вы читали, там у него есть ещё роман «Игрок». Не такой высоты, как вот эти пять великих романов. Но тоже достаточно убедительно. Там показана страсть к игре. Страсть к игре показана в «Подростке». Вот вы читали «Подросток», да? Помните, какие там страсти кипят возле этой игры? Ну, в общем, Достоевский пропадал. Деньги, которые ему иногда присылали, он тут же проигрывал. Но он решил как-то всё-таки взяться за главное своё призвание, за творчество. И решил, что роман, наверное, вытянет. Роман меня вытянет, думал он. Сел писать роман, название которого он ещё не подобрал. Роман должен был быть про очень сильную, очень такую властную, очень мощную личность, которому мужчину, который, в общем-то, одержим какими-то пороками, но держит их в узде эти пороки. В общем, кто читал «Бесы», он как-то вышел уже на Ставрогина. У него не было идиота, а был как бы Ставрогин. И этого Ставрогина, обладавшего невероятной силой воли, одержимого большими пороками, этого Ставрогина, он хотел, чтобы этот Ставрогин переделался, обуздал себя, ограничил себя, самоограничение какое-то совершил, ну и стал бы, и приобрёл бы святость. Но он тут запутался, ничего у него не получилось, у Достоевского. Он написал уже очень много, это был 1967 год, он писал пять месяцев. «Голова моя», он писал, превратилась в мельницу. Ежедневно по шесть планов. У него вообще была огромная творческая сила, немыслимая совершенная творческая сила, прямо после Господа Бога. Он творил и творил. У него это воображение было немыслом, он создавал целые миры, массу персонажей. И эти персонажи были ему как родные. И вот он, получилось так, что он решил, всё-таки вышел на человека, ему захотелось вот после этого злобного и тяжёлого персонажа, который у него появился в романе, ему захотелось вдруг другого. Ему захотелось создать образ положительно прекрасного человека. Положительно прекрасного человека, которого, как он считал, таких образов в литературе было, таких людей в литературе было очень мало. Настоящее положительное лицо в истории – это чудо, единственное чудо – это Христос. Всё Евангелие от Иоанна провозглашает вот это чудо, чудо Христа, чудо его, так сказать, всех его качеств, самых высших качеств, совершенных качеств. И как же создать такого человека? Ну, это необходимо, он думал. Необходимо для молодёжи, совершенно потерявшейся в эпоху 60-х годов. Для него самого необходимо. И он засёл за этот роман, засёл за это произведение. И всё то, что он написал вначале, он выкинул, то есть потратил где-то 6-7 месяцев даром. Тут у него ещё начались припадки эпилепсии. Я рассказывала несколько раз, такая страшная подучая болезнь, когда человек всё забывает, всё теряет и каждый раз умирает. А потом всё начинается снова. Он забывал даже, как зовут его жену после этого. Он забывал всех своих персонажей, которых были набиты его романы. Это был такой мученик. И к тому же и денег совсем не было. И он в редакции «Русского вестника», куда ему удалось всё-таки выслать начало, вот которое я сейчас читала, начало романа, больше, конечно, чем то, что я читала, удалось выслать, он там уже взял аванс в размере 5 тысяч рублей. А 5 тысяч рублей тогда было не то, что сейчас 5 тысяч рублей. Ну, в разы больше. Совсем другие были деньги. И вот он, значит, как быть-то надо, и перепадки эпилепсии. Тут ещё у него родилась дочь. У него и у Анны Григорьевны в Женеве родилась дочь. Соня, они назвали эту дочь. Достоевский оказался настолько нежным, настолько любящим отцом. Анна Григорьевна ничего подобного не видела. Он купал её, он пеленал её, он часами проставил, пока не писал и не читал газеты, он часами проставил около неё, и улыбался ей, и тететкал её. И ему казалось, что это Соня уже в два месяца его узнаёт. Он обожал её. Вот получилось так, что Достоевский как раз работал над романом, и Соня умерла. Это он, где-то два месяца он проработал над романом, и Соня умерла. Умерла из-за их нищеты и бедности, из-за того, что заболела воспалением лёгких. Какое же было для них с Анной Григорьевной горе! Как они мучились и похоронили вот этот гробик беленький, похоронили на чужом, иностранном кладбище в Женеве. Вот Достоевский был совершенно убит. Ну, казалось, что ну, как-то надо, деньги-то надо отрабатывать. И он стал продолжать роман. Это был май месяц. Май месяц 67-го года. И он стал продолжать роман, не зная, куда повезёт его кривая. Как на рулетке, говорит, как он рискнул, а вось вывезет на рулетке. Полюбил он своего героя. Очень полюбил. Вот прекрасный человек. Были ли в литературе до него прекрасные люди, прекрасные герои? Были. Дон Кихот Ла-Манчский. Герой, перед которым нужно, чтобы склонилось человечество. Книгу, которого Достоевский говорил, он бы взял с собой единственную, если бы больше не было книг. Самая главная книга на свете. Этот человек смешной, не знающий жизни. Но сколько же в нём страсти, Дон Кихоте. Сколько в нём желания помочь людям, которых он совершенно не знает. Какое у него великое воображение, когда ему кажется, что какая-то там деревенская скотница, Альдонса, кажется, что это перед ним Дульсиния Таборская. До такой степени он видит в людях прекрасное. Его взгляд настроен так, чтобы видеть прекрасное. И поэтому он в своей борьбе с ветряными мельницами смешон. Это прекрасное, которое смешно и не знает себе цены. А книгу эту они боготворили. И Достоевский, и князь Мышкин. И вот получилось так, что второе интересное, прекрасное лицо – это Пиквик. Вы, наверное, знаете записки Пиквикского клуба? А? Читали, наверное, да? Пиквик. Это тоже человек менее, конечно, прекрасный, но очень добрый, исполнил, так сказать, благожелательство, доброжелательство к людям, совершенно не способный на какую-то злобу, на какую-то пену на губах у ангела, как писали о злобе. И вот этот Пиквик, он, конечно, смешон тоже. Ну и там вот эти два персонажа, самые главные, там Жан Вальжан еще в соборе Парижской Богоматери. Но вот это главный. Достоевский, значит, решил своего князя сделать не... У него он получался, этот князь Мышкин получался не комическим, не смешным, он получался у него невинным. Человек, который невинен. А почему он невинен? Его получилось так, вот из его биографии, что, прожив на свете 20 лет, сиротой полнейшим, перекидывали его от одной тетки к другой, родители его умерли, отец умер под судом, в нищете. И вот он у этих теток больной был, подучая болезнь, еще какие-то болезни, терял совершенно сознание, воображение, жил, скитался по этим деревням. И кончилось тем, что благодетель, который знал его отца, взял и отправил его за границу в Швейцарию, отправил его на лечение. И замечательный швейцарский санаторий, где вылечивали неполноценных вот таких людей. И четыре года он пробыл в этом санатории. Как бы уже начинал сознавать. Он там его и учили, он уже там и читал, и гулял. И в этом санатории прошли очень замечательные годы его жизни. Вначале он там тосковал, мучился, чужая природа. Он чувствовал там всему... Он не знал русской природы, он ее не помнил. Он чувствовал себя всему чужой. Как же он тосковал, думал, вот каждая мушка вот в этом общем хоре, вот на этом солнце, на этих водопадах участница. И только я один, чужой, никому не нужный. Такая была дикая немыслимая тоска. А потом его этот благодетель умер, а доктор на последние деньги решил отправить его в Россию. Перед этим ему, как он потом рассказывал с Япончиным, вот этот генеральше Япончиное, ее дочерям. Он... Я уже об этом вам читала, да? Вот что Япончина была тоже Мышкина урожденная. Вот так получилось, что в гостиной он о них рассказывал, разговорился с ним. Он рассказывал, что он рвался в Россию, да и отправили его с удовольствием в Россию. Доктор отправил на последние свои деньги. Там у него был еще один... он уже проявил себя в Швейцарии. Он там подружился с детьми. Князь до безумия любил детей. Со взрослыми было тяжело, мучительно, он не находил с ними слов, напрягался. А дети ему были вот родные совершенно, он понимал их. И о нем говорили вот врачи, вот эти все, что он сам большой такой ребенок. Детскость вообще в православии Христом ставится чрезвычайно высоко, когда у взрослого человека есть и ум, и детская душа. Это значит всегда прощение всем, всегда удивление перед миром, всегда готовность, так сказать, раскрыть большие глаза и все в себя впитывать, абсолютное отсутствие всякой мстительности, всякой злобы. Князь приехал, с детьми подружившись, он там имел довольно замечательный опыт. Там была девушка одна, которую обольстили и бросили. Это как бы первый мотив. У Достоевского многомотивность, всегда в его романах, вот первый мотив прозвучал в Швейцарии. Обольстил один мерзавец, обольстил девушку чистую из швейцарской деревни и бросил ее. И она, измученная, избитая, из полной ужаса вернулась назад в деревню и начали там ее травить. И мать родная ее травила, и священник читал проповеди, в которой ее, так сказать, уничтожал. Вот. И вот эта девушка и дети кидали в нее камнями. Она буквально погибала. Она не знала, куда она, к пастуху, хоть овец пасти, но и пастух от нее отплевывался. Совершенно вот такое гонение, как прокаженную. И вот он так настроил детей, он так ее жалел, князь Мышкин, он так настроил детей, что все эти дети стали ее друзьями и его друзьями. Его за это травили учитель, священник, взрослые люди, но они как-то стояли крепко. И когда он уезжал, Мария-то уже умерла, эта девушка, он ее не любил, он ее безумно жалел. Любови к нему, к ней у него не было. И когда он уезжал, все дети его провожали, это был у него такой изумительный опыт. И вот он думает, я еду в Россию, на свою настоящую Родину. Я буду тут с людьми встречаться. Я буду к каждому человеку подходить просто, к каждому видеть доброе. Вот, потому что между человеком и человеком гораздо больше общего, чем людям кажется. иногда кажется, что люди как-то разделены, а если покопаться, между людьми много общего. Какие-то ниточки всегда протягиваются. Нужен только задуматься. И вот совершенно нищий с этим узелком, это самое, в швейцарском холодном плаще без рукавов, он является в Россию и идет, находит, как-то вот, познакомившись с этим купцом Рогожиным, услышав у него впервые имя Настасьи Филипповны, он идет в дом генеральшей Панчиной, находит этот дом. Абсолютно нищий, без денег. А каким образом он услышал именно Настасью Филипповну? Этот Рогожин, вот про которого я уже читала, натура невероятно страстная, но совершенно запущенная, необразованная, ничего не знающая, дикая, но страсти великой. Этот Рогожин был сыном вот купца Рогожина, который не только там за 10 тысяч, а за 10 рублей мог мог в могилу человека отправить. С такой, типа, с такой раскольничьей, староверской такой семье вырос этот Рогожин. Мать его забитая уже, такая уже потерявшая разум. Отец наживал деньги до ужаса. дом их был страшный, имел такую физиономию, маленькие окошки эти, грязный цвет, сразу было видно, что там жили необычные люди, а люди, ушедшие из жизни, люди, наживающие деньги, люди беспощадные. И вот этот самый молодой, двадцати с лишним лет, двадцати шести, там, двадцати семи лет, Рогожин перебегал как-то через дорогу по делам отца и увидел, как садится в карету Настасья Филипповна. Женщина необыкновенной красоты и обаяния. И всё. Ему достаточно было на неё посмотреть, чтобы он потерял себя полностью. Отец дал ему два десятипятитысячных билета, чтобы он их разменял, и велел с дачи принести. А он взял и пошёл, купил бриллиантов для Настасьи Филипповны, которые совершенно не знал. А там через посредников передал ей эти бриллианты. Она взяла и сказала – кланитесь господину Рогожину. И он явился к отцу. Отец сбивал его целый месяц. Целый день его бил и вечером бил. И в конце концов забил бы, может быть. Но тот вырвался, убежал и в горячке совершенно больной убежал, заняв там где-то денег, убежал в Псков. Псков уехал. Уехал в Псков к тётке. И там у неё отлёживался. И узнал в Пскове случайно, что отец умер и оставил ему колоссальное состояние. Ему и брату. Больше миллиона состояний. И добирается, вот теперь, как я уже читала, добирается до своего дома. Тут он знакомится с Мышкиным в поезде. Это очень интересное такое знакомство. Редко какие романы. Никаких, пожалуй, нет, которые бы так начинались. И оба они друг другу невероятно понравились. Он приглашает Мышкина к себе. И если что, пожалуйста, я тебя одену, справлю тебе и шубу, и всё, приходи. И узнав, что о сведомости у Мышкина любит ли тот женщин, и узнав, что он женщин не знает по болезни и не знает, что такое любить женщин, он говорит, ну, в общем-то, и уродивый, зачем, замечательный, и таких Господь любит. И они расстаются, а Мышкин идёт в дом к генералу Япончину. В доме генерала Япончина. Поднимите, я прервусь. Поднимите, пожалуйста, руки, кто читал роман «Идиоты». Да, «Идиот». Как? «Идиот. Преступление наказания. Проха». Да, да. А «Идиот», значит, четыре человека, да, читал. Ну, я, наверное, слишком подробно говорю, поэтому, наверное, вы все помните этот роман, раз вы читали, надо как-то вот блоками говорить. В общем, там такая сцена, придя в дом к Мышкину, он с Лакеем вступает в разговор. Лакей хочет, чтобы он ждал в приёмной, когда секретарь поедет. Но он так Лакея заинтересовал, так заинтриговал. Он говорит Лакею о Швейцарии, рассказывает, и о смертной казни. Тема смертной казни – одна из постоянных тем Достоевского, как вам известно, он сам был приговорён к смертной казни, сам стоял на эшафоте, через 10 минут его уже не должно было быть, когда его из Петропавловской крепости вытащили и поставили на этот эшафот, неизвестно совершенно за какой-то запустяк, ибо царь обезумел от страха, что будет революция. А с кружок был такой невинный, довольно кружок Петрашевского. И это после того, как Достоевский это пережил, это впечатление осталось у него на всю жизнь, и у него сдвинулась картина постижения мира. Он уже побывал за пределами, и он постигал теперь мир так, как ни один писатель его не постигал, потому что он постигал его уже в другом измерении. Он же побывал там, где не был никто. И как-то это мистически побывал там. И поэтому у него такие сгущённые всегда романы, сгущенное напряженное действие, за несколько месяцев происходит то, что у других за целую жизнь не происходит, за несколько даже дней. Вот здесь в «Идиоте», например, действие происходит буквально несколько дней, потом перерыв большой, и ещё несколько дней окажется, что проходит целая жизнь. Необыкновенно сгущённое время, потому что он постигал так это время. Ну, он рассказывает, он увидел тут портрет у служащего некоего Иволгина, Ганни Иволгина. Он увидел портрет Настаси Филипповны, той самой, про которую ему рассказывал Рогожин. Увидел портрет Настаси Филипповны, Иволгин получает этот портрет от Настаси Филиппов. Он должен... Тут интриги идут, он должен на ней жениться, может быть, ненавидя её, потому что она не в его вкусе, она женщина уже опытная, как они там говорят. Её когда-то... У неё несчастная судьба. У неё погибли все. И вот эту маленькую девочку взял к себе Никитоцкий, такой силадон, обольститель, такой воображающий, что он к высшему обществу принадлежит и действительно богатый очень. Он взял к себе эту девочку на воспитание и воспитывал... Так это... Соседний помещик погиб, мелкий отец этой самой Настаси Филипповны. Он взял её на воспитание и начал, когда он увидел её в 12 лет, этот Тотский приехал в это имение, он решил её... Сделать из неё себе наложницу. Ну, в 12 лет он не посмел, но получила она блестящее совершенно образование и воспитание. И в 16 лет он воспользовался ею насильно, растлил её и стал время от времени приезжать и играть с ней вот в эти любовные игры, от которых она буквально сходила с ума, несколько раз хотела в воду броситься. До того ей было всё это омерзительно и противно. А куда деваться? Куда? И вот это Настасия Филипповна. Потом она... Потом она этого... В 20 с лишним лет она заговорила с этим Тотским по-другому. У неё было полно поклонников. Она властная и сильная женщина оказалась, хотя я очень оскорблённая. И это Настасия Филипповна... Она вот тут вот... Тотский решил от неё как-то избавиться и дать за ней приданное в 75 тысяч. И решили вот этого Гаврилу Иволгину, секретаря Япончина, генерала Япончина, женить на ней. А сами они решили, так сказать, пользоваться красотой Настасии Филипповны. Иногда. Даже невзирая, что она будет замужем за Гаврилой. Гаврила этот её ненавидит. Люто ненавидит. Потому что он понимает, что она нечистая, как он говорит. Что ему какие-то чужие объедки достаются. Но 75 тысяч очень хочется. Очень хочется. Достоевский там показывает... Там гораздо страшнее картина общего, так сказать, состояния жизни, чем даже в этом самом... в первом романе. Гораздо страшнее, чем в «Преступление и наказание». «Преступление и наказание» какие-то отдельные выродки. А тут вся картина. Общество обезумело. Почему очень похоже на нас, на наше время. Мораль вся пошла, как говорится, на низ пошла. Такая жажда денег всех обуяла. Такая страсть к деньгам. Сплошные акционерные разные общества создаются. Разные расставщические конторы. Какие-то... Везде, где только можно нажить деньгу, везде появляются жадные, загребущие люди. И бегают, и наживают деньги. Вот этот самый генерал Япончин. У него целая куча разных доходных домов, разных акционерных обществ. У Тоцкого тоже. Гаврила тоже об этом мечтает. Муж сестры Гаврилы, некой Варвары, тоже нажил... Сначала на улице спал 17 лет, не имея крыши над головой, а потом вертелся, вертелся, и тоже стал расставщиком и нажил себе состояние. О Боге никто и не вспоминает, и не думает. О морали христианской никто не думает. Главное – нажиться. Любой ценой – деньги, деньги и деньги. И вот, значит, эти 75 тысяч – такая прекрасная вещь, а, с другой стороны, ненавистная Настасья Филипповна. Ганя колеблется, Настасья Филипповна тоже не знает, как ей быть. С одной стороны, ей так хочется освободиться от Тотского. Да и она замужем давно могла бы выйти. Но так вот всё-таки вышло так, что она вошла в дом, скромный и нормальный дом, хотя и бедный этого Гаврилы. И в этот же дом он пригласил жить Мышкина. А с Мышкиным вышло так. Он смотрел этот портрет Настасьи Филипповны. Этот портрет буквально его потряс. Была изображена женщина невероятной, немыслимой красоты. И в то же время такого страдания, какого он не видел никогда. Вот он показывает. Посмотрите, вот эти косточки, как она страдала. Вот видно уже, лицо-то какое прекрасное, а какое страдание она видна. О, если бы только была бы добра, Господи! Только была бы добра! Он только мечтал, что была бы добра, тогда всё будет спасено. Ну вот, вышло так, что это Настасья Филипповна приезжает в дом, где уже находится Мышкин, как жилец в этот дом приезжает. И она принимает его за лаке, а он разевает рот от удивления, видя то, которое он только что видел на портрете, перед которым преклонился на портрете за её страдания, сжалость в его сердце. Она кидает ему на руки шубу. Иди, говорит, докладывай! Идиот! Кого ты будешь докладывать? Он говорит, Настасья Филипповна, откуда ты меня знаешь? А он же по портрету. Масса всяких совпадений, такие встречи. Он побежал с шубой в руках. Что же, говорит, за идиот у вас в лаке? Куда ты шубу-то потащил? Докладывайте, что приехала Настасья Филипповна. Ну и там, значит, начала Настасья Филипповна, она видит, что Ганя её ненавидит, женится на 75 тысячах, начала, как сказать, издеваться над ним, небрежно относиться к его матери и сестре, хохотать над вруном и болтуном его отцом, отставным несчастным генералом. Ганя всё это терпит. А Рогожин-то? Рогожин теперь состояние получил. Вдруг Рогожин неожиданно, значит, врывается в дом к Ганне, врывается в дом Рогожин с ватагой своих компаньонов, пьяниц. Врывается в дом, и он, узнав, что Ганя хочет жениться, он желает, значит, отнять у него Настасья Филипповна. Он уже с ней знаком, вот по этим бриллиантам, которые потом отец назад отобрал. И так, вот они мне теперь уже гораздо дороже стали. Забирай старые свои бриллианты и передай своему сыну, что я теперь в восхищении от него, раз он через такую муку подарил мне эти бриллианты. Ну вот, и получается так, что они начинают и все издеваться над Ганей. Говорят, что этот Ганя, он поползёт за три целковых на другой конец Петербурга. Ну вот, а Рогожин начинает торговать Настасью Филипповну. Он, значит, говорит, 18 тысяч кладёт, потом 40 тысяч. Настасья Филипповна издевается над ним. Потом говорит, так 100 тысяч, 100 тысяч будет, 100 тысяч. И, мобилизовав всех ростовщиков, в городе, поселив невыданные проценты, он, значит, сулит их и 100 тысяч. А Настасья Филипповна отмечать поехала свой день рождения. Она решила в свой день рождения расставить все точки над «и». И когда она стала праздновать своё рождение, тут рассказывают всякие истории похабные, ну, плохие истории, постыдные истории из жизни каждого человека. Ну, это так, боковая линия. И Настасья Филипповна тут увидела эту пачку, которую привёз Рогожин. дырявая какая-то страшная, грязная пачка. Вот, смотрите. Вот, говорит, торгует меня. И она, в общем-то, она не хочет никаких денег. Она и князь Мышкин. Им не нужны эти деньги. Они двое в этом мире абсолютно другие. Они неодержимы этой страстью к деньгам и к богатству. У них другие приоритеты в жизни. И Мышкин, она обращается к народу, к компании своей, говорит, я теперь навсегда вообще ото всех ухожу, вечеров больше не будет, ничего мне не надо, я затворяюсь, от всех ухожу. Её начинают умолять, чтобы она этого не делала. А тут некий Фердышенко там говорит, что князь и такую возьмёт её, что князь возьмёт. Да князь, говорит, мы будем очень богаты. Мы, может быть, и не будем работать. Мы будем богаты. Он умоляет Настасью Филиппну быть с ним, не отчаиваться. Я вас вижу, говорит он, вы страдали столько, из такого ада вы вышли чистые, вы не тоцкого, так сказать, доложницы, вы чистый человек, я вас уважаю, сделайте мне честь, будьте моей женой, говорит он. Ну и оказалось, что они даже и, что у него богатство есть, оказывается, это самое, благодаря Павлищеву, он получил, князь Мышкин, как выяснил, получил огромное наследство, огромное состояние тоже. Ну тут, значит, смятение всеобщее. Настасья Филипповна не знает, как ей поступить. Потом говорит, вот сейчас я спрошу у Льва Николаевича, выходить за Ганю замуж или нет? Он говорит, ни в коем случае не выходите. Ну, значит, так тому и есть, не буду выходить. Я благодарю, говорит Ганя, Настасью Филипповну, как она со мной замечательно поступила, как предупредитно и прекрасно, то есть, что хуже уже некуда. Ну, я, Ганечка, тебя утешу, говорит Настасья Филипповна. И тут потрясающая сцена. Она берет эти сто тысяч и говорит, вот я их сейчас кину в огонь, в камин, и ты, Ганечка, их вытащишь из камина, и они будут твои. Ну, только лезь в огонь моими руками. И эти деньги будут твои. Вот. Ну, тут, а Ганечка действительно очень жаден, да, денег. И тут, а вас, Критоцкий, я отпускаю с вашими 75 тысячами, мне они не нужны больше. Деньги горят, все лезут в огонь, там потрясающая сцена, с умильными лицами, кричат, горят сто тысяч на глазах у всего народа, лезут в огонь, она никому не дает близко подойти, а Ганя стоит и не трогает этих денег. Она ведь с ума потом сойдет, ведь повесишься потом. Бери. И когда Фертыщенко начал его уже трясти, говорить, что ж ты, идиот проклятый, он уже в пепел уже превращает, вот сейчас испепеляться, иди, лезь, тот оттолкнул этого Фертыщенко с силой, пошел к дверям и упал в обморок. Ну, Настасья Филипповна велит возле него положить эти деньги. Это его деньги, значит, самолюбие оказалось сильнее, чем жажда денег. А сама, простившись с Мышкиным, первый раз, говорит, человека встретила. Теперь тебе не я, говорит, нужна, а чистая девушка, Аглая Япончина, дочь вот этого генерала Япончина и это самое, и самой Елизаветы Япончина. Теперь тебе вот такая девушка. А я, Рогожинская, я, говорит, такая, гулящая и назло всем, уезжает с Рогожиным, который в полном восторге, уезжает на тройке в разгул в Петергоф. Гулять с Рогожиным, значит, пить, гулять и так далее. Мышкин бежит за ними, не может догнать, в ужасе, в полном. Ну, потом действие прерывается. Через какое-то время Мышкин находит опять Настасью Филипповну, где-то в провинции, они поселяются вдвоём. Он её полюбил невероятно, и она его тоже. Но его жизнь превратилась в кошмар. Она до такой степени себя ненавидела. Она считала, что она его губит, и жизнь без него с другой стороны не могла. Она считает, что она одним прикосновением своим уже его позорит и порочит, что он святой, а она грязная. Он не мог из неё это никаким образом выбить. Он измучился и написал письмо Аглае, дочери генерала Япончина. Их было три сестры – Аглая, Аделаида и Александра. Написал Аглая, красавица Аглая, и что он в ней нашёл какой-то свет, и что ему бы хотелось от неё получить весточку «Ваш брат Мышкин». Подписался он. И получилось так, что он бежал от Настасьи Филипповны и встретился с Аглаей. И это уже было в Павловске. Он уже не любил Настасью Филипповну. Он понял, что этот человек очень больной духом, очень больной, что человек, который сосчитал свои страдания, с этим человеком очень тяжело потом иметь дело, что в ней нет вот этой гармонии, ясности души, что она будет мучиться так сама до конца жизни. Жалел он её иступлённо, сострадание в нём было немыслимое. Ну, и кончилось тем, что он... А тут Рогожин. Рогожин не отступается от Настасьи Филипповны. Рогожин держит свою линию. Ну, тут очень всё получилось тяжело. Рогожин видит, что Настасья Филипповна его не любит, а любит Мышкина, что они соперники. Мышкин Рогожина тоже очень любит. Он видит в нём вот эту страсть и тоже полная равнодушие к деньгам, хоть он и миллионер. Вот, какую-то чистоту души. Ну, чем кончается вся история? История кончается тем, что Мышкин по-своему, платонически, полюбил Аглаю, а Аглая полюбила его. Вот. Она полюбила его за то, что он не похож на других, что в нём, как она говорит, другой ум главный, что он по чистоте души, по доверчивости, по возможности в каждом найти самое лучшее, по всепрощению, по умению в каждом вызвать самые лучшие струны души. Она не видела равное его, и она его полюбила. Там она ему читает всем присутствующим стихотворением Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный», где он имел одно видение, этот рыцарь, непостижное уму и глубокое впечатление в сердце все вкралось ему. Это что он преклонился, она рассказывает про этого рыцаря бедного. Этот рыцарь бедный, который был в балладе в стихотворении Пушкина, этот рыцарь бедный готов был ради своей дамы на все сражаться с кем угодно, и он преклонялся перед своей дамой, считая ее чистым идеалом, и Аглая говорит, вот такие рыцари преклоняются перед тем, в ком видят этот горящий идеал, чистый идеал. И сразу соединили Мышкина с этим рыцарем бедным, когда она читала это. Она и рассчитывала на то, что их соединят. Потом ряд перипетий, содержание все очень долго пересказывать, я остановлюсь только на двух потом главных сценах. Вернее, продолжается так, что Анастасия Филипповна решила, что она грязная, порочная, как я уже говорила, Аглая чистая, прекрасная, и что Мышкину надо выдать за Аглаю, вернее, дать ему в жены Аглаю. И она начинает писать Аглаю, тайно писать ей письма, где говорит о том, как она перед ней преклоняется, и как ее обожает Мышкин, и как, когда она мечтает только об одном, она пойдет тут же замуж за Рогожина, как только Аглай выйдет за Мышкина. Мы в церковь, и они в церковь. И что она чувствует, что Мышкин ее любит, Аглаю, и она Аглая, она начала их усиленно и красиво сватать, и сама поверила в чистоту, красоту Аглай, и для нее это было делом, так сказать, делом всей ее души. сосватать достойную Мышкина Аглаю за него. Потом, когда Мышкин об этом узнал, он чуть не умер от ужаса. и Аглая пожелала иметь вдруг свидание с Настасьей Филипповной. Пожелала с ней увидеться. И вот Мышкин в страшном сне не могло бы присниться, что две женщины, которые каждая по-своему были ему так дороги, что эти женщины вдруг окажутся вместе. И вот есть сцена свидания Аглаи и Настасьи Филипповны. Настасья Филипповна, вернее, Аглая зазвала Настасью Филипповну в гости, ну, книжек к Настасью Филипповне и решает поставить все точки на «д» Решает я коротко, отдельными кусками. Значит, они посмотрели друг на друга, всё обожание Настасьи Филипповны сразу прошло. Так говорит, что вы смеетесь, я не смеюсь, впрочем, смейтесь, мне всё равно, говорит Аглая, смейтесь, как вам угодно. Когда стал я князя спрашивать, он мне сказал, что давно уже вас не любит, что даже воспоминания о вас ему мучительны, что ему вас жаль, и что, когда он припоминает о вас, то его сердце точно пронзено навеки. Я вам должна ещё сказать, что я ни одного человека не встречала в жизни подобного ему, по благородному простодушию, безграничной доверчивости. Я догадалась после его слов, что всякий, кто захочет, тот и может его обмануть. И кто бы ни обманул его, он потом всякому простит. И вот за это-то я его и полюбила. Аглая капризная, такая гордая, молодая, и 20 лет. Аглая остановилась на мгновение, генеральская дочка, как бы поражённая, как бы самой себе не веря, что она могла выговорить такое слово, но что в то же время почти гордость засверкала в её взгляде. Казалось, ей теперь было всё равно, хотя бы эта женщина засмеялась сейчас над вырвавшимся у неё признанием. «Я вам всё сказал, и уж, конечно, вы теперь поняли, чего я от вас хочу». «Может быть, и поняла, но скажите сами», тихо ответил Настасья Филиппина. Гнев загорелся в лице Аглая. «Я хотела от вас узнать», твёрдо и раздельно произнесла она, «по какому праву вы вмешиваетесь в его чувства ко мне? По какому праву вы осмелились ко мне писать письма? По какому праву вы заявляете поминутно ему и мне, что вы его любите, после того, как сами же его кинули и от него с такой обидой и позором убежали? Я не заявляла ни ему, ни вам, что его люблю, с усилием выиграла Настасья Филиппина, и вы правы, я от него убежала. Как не заявляли ему ни мне? А письма-то ваши? Кто вас просил нас сватать и меня уговаривать идти за него? Разве это не заявление? Зачем вы к нам напрашиваетесь? Я сначала подумал, что хотеть напротив отвращение ко мне в него поселить там. А вы, оказывается, высокий подвиг тут делали. Да. Вы слишком образованы тут для вашего положения. Вы книжная женщина и белоручка. Прибавьте ваше тщеславие и вот все ваши причины. А вы не белоручка? И вот такая сцена. И Настасья Филипповна ещё мечтала о чём-то другом совершенно. Она была гораздо стыдливее, нежнее, доверчивее, можно было бы о ней заключить. Правда, в ней было много книжного, мечтательного, фантастического, но зато сильного и глубокого. Князь понимал это, страдание выразилось в лице его, а Глая это заметила и задрожала от ненности. Как вы смеете так обращаться ко мне? Проговорила она с невыразим высокомерием. Увероятно ослышались, удивила Настасья Филипповна, как я обращалась к вам. Если вы хотели быть честной женщиной, так отчего не бросили вашего обольстителя Тоцкого, просто без театральных представлений. Что вы знаете о моём положении, чтобы сметь судить меня, вздрогнула Настасья Филипповна ужасно повлигнев. Знаю, что вы не пошли работать, а ушли с богачом Рогожиным, чтобы падшего ангела из себя представить, не удивляясь, что Тоцкий от падшего ангела застрелиться хотел. Оставьте с отвращением и как бы через боль проговорил Настасья Филипповна. Вы также меня помнили, как горничная Дарья Алексеевна. Вероятно, честная женщина, вероятно, живёт своим трудом, к которому вы относитесь, презрением. Я не к труду с презрением отношусь, а к вам, когда вы о труде говорите. Захотела быть честной, так в прачке бы шла. Они поднялись и бледно и смотрели друг на друга. Аглая, остановитесь, ведь это несправедливо, вскричал князь, как потерянный. Рогожин уже не улыбался, но слушал, сжав губы, скрестив руки. Вот, смотрите на неё, говорил Настасья Филипповна, дрожа от озлобления. На эту барышню я её за ангела почитала. Вы без гувернантки ко мне пожаловали, Аглая Ивановна. А хотите, хотите, я вам скажу сейчас прямо беспрекрасно, зачем вы ко мне пожаловали, струслили, от того и пожаловали. Вас струсило, спросила Аглая не себя, а дерзкого изумления, что-то смело так на язык говорит. Конечно, меня боится, если решить ко мне прийти. Кого боишь, того не презираешь. И подумай, что я вас уважала до этой самой минуты. А знаете, почему вы боитесь меня? Вы хотели сами лично удостовериться, больше ли он меня, чем вас любит, или нет, потому что вы ужасно ревнуете. Он же мне сказал, что вас ненавидит, едва пролепетала Аглая. Может быть, может быть, я не стою, только солгали. Не может он меня не наметить. Мог он так сказать. Впрочем, я вам готова простить во внимание к вашему вложению. Я о вас лучше думала. Думала, что вы умнее и получше даже с собой. Ну, возьмите ваше сокровище. Вот он на вас глядит, опомниться не может. Берите его себе, но подусловим ступайте сейчас же прочь, сию же минуту. Она упала в кресло и залилась слезами. Но вдруг что-то новое заблистало в глазах. Она пристально, упорно посмотрела на Аглая и встала с места. «А хочешь, я сейчас прикажу, слышишь ли, только ему прикажу, и он точно бросит тебя и останется при мне навсегда и женится на мне, а ты побежишь домой одна. Хочешь, хочешь, крикла она как безумная». Может, сама почти не веря, что могла выговорить такие слова. Аглая в испуге бросилась была к дверям, но остановилась в дверях как бы прикованной и слушала. «Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты думал, что я уже повенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия? Вот сейчас про тебе крикну, уйди, Рогожин!» А князю скажу, «Помнишь, как ты обещал? Господи, да чего я себя так унизила перед ними? Да не ты ли, князь, меня сам уверял, что пойдёшь со мной, что бы ни случилось со мной и никогда меня не покинешь, что ты меня любишь и всё мне прощаешь, и что ты ува меня? Ну и ты это говорил, и я, чтобы только тебя развязать, от тебя убежала, а теперь не хочу, чтобы со мной как с беспутной поступили. Беспутной ли я? Спроси у Рогожина. Он тебе скажет. Значит, теперь, когда она опозорила меня, ещё в твоих глазах ты от меня отвернёшься, а её подручку с собой уведёшь. Да будь же ты проклят после этого за то, что я в тебя одного поверила. Уйди, Рогожин, тебя не нужно, кричала она почти без памяти, с усилием, выпуская слова из груди, с исказившимся лицом, с запекшимся губами, очевидно, сама неверен не накаплив своему фонфаронству, и в то же время хоть секунды ещё желая продлить мгновение и обмануть себя. Порыв был так вселён, что, может быть, она бы умерла. Так, по крайней мере, показалось князю. Вот он, смотри, прокричала наконец Аглаю, указывая руками на князя. Если он сейчас не подойдёт ко мне, не возьмёт меня и не бросит тебя, то бери его себе, уступаю, мне его не надо. И она, и Аглая остановилась как бы в ожидании. Обе как помешанные смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова. Даже, наверное, можно сказать, он только видел перед собой отчаянное, безумное лицо, от которого, как проговорился он раз Аглаю, у него пронзено навсегда сердце. Он не мог больше вынести, и с мольбой и упрёком обратился к Аглаю, указывая на Настасью Филиппну. Разве это возможно? Ведь она такая несчастная! Да только что он успел это выполнить, выговорить, анимев под ужасным взглядом Аглая. И в этом взгляде выразил столько страданий и бесконечной ненависти, что он всплеснул руками, вскрикнул и бросился к ней. Но уже было поздно. Она не пересла даже мгновеньево колебаний, закрыла руками лицо, вскрикнула «Ах, Боже мой!» и бросился вон из комнаты, за ней рагородлен, чтобы отомкнуть ей задвижку на улицу. Побежал и князь за Аглаей, но на пороге охватили его руками. Убитое, искажённое лицо Настасью Филипповной глядело на него в упор и посиневшие губы шевелились, спрашивая «За ней!» «За ней!» Она упала без чувств ему на руки. Он поднял её, внёс в комнату, положил в кресло и стал над ней в тупом ожидании. На столике стоял стакан с водой, вратившись, Рогожин схватил, брызнул ей в лицо воды. Она открыла глаза, с минуты ничего не понимала, но вдруг смотрела, вздрогнула, скрикнула и бросилась князю. «Мой! Мой!» скричала она. «Ушла гордая барышня! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я его этой барышне отдавала! Да зачем? Для чего? Сумасшедшая! Сумасшедшая! Пойди прочь, Рогожин!» Рогожин пристально посмотрел на них, не сказал ни слова, взял свою шляпу и вышел. Через десять минут князь сидел подлинно Астасии Филипповной, не отрываясь, смотрел на неё и гладил её по головке и по лицу обеими руками, как малое дитя. Он хохотал на её хохот и готов был плакать на её слёзы». и так далее. Сцена невероятного трагизма. Невероятного трагизма. Он ведь очень любил Аглаю. Он видел в ней свет. Он тянулся к ней. Для него было счастье просто вот так вот сидеть подлинью. Она вынудила его так хохотом сделать ей предложение. Он же считался её женихом. Настасью Филипповну, как я вам уже рассказывала, с её сомнениями, борьбой, постоянным отвращением к себе, недовольством в жизни, муками, совершенно ненужными муками, он уже еле выносил. Что такое любовь? Любовь – это когда, все вы знаете, самое простое определение любви. Любви, когда с человеком хочется быть. Всё время хочется быть. А когда от человека бежишь, как он уехал от Настасьи Филипповны, и она от него убегала, чтобы его щадить, чтобы не позорить его собою, считая себя нечистой, когда от человека бежишь, это уже не любовь. Можно очень хорошо к человеку относиться, как он, безумно его жалеть, как он жалел Настасью Филипповну. И сострадание, как он считал, это один из главных законов человеческой жизни. Сострадать и всем своим существом. И в то же время не желать её видеть. Он даже как-то договорился с ней, чтобы она больше не являлась перед ним. И она ловила его ноги, целовала его ноги, что навсегда они теперь прощаются. Вот. И согласилась уехать навсегда. Если бы не эта сцена, то, может быть, они бы больше и не виделись. Но Настасья Филипповна тоже извела его, измучила. Она то бегает с ним под венец, то бежит от него к Рогожину, под венец к Рогожину. А под венец к Рогожину бежит, зная, что Рогожин – весь сплошная ревность. В Рогожине живёт невероятная страсть. Он… Всё, что вот отец в накопительстве денег видел, всё у Рогожина ушло в эту страсть к Настасье Филипповне. Мышкина он тоже очень уважает, но… других, так сказать, путей выхода из ситуации, как ножи там, покушение на жизнь. И вот он старается… Он старается себя преодолеть. В одну из минут, когда к нему пришёл Мышкин, он… он взял… Он хотел уже с ним расправиться, но взял крест, обменялся с ним крестами. Потом повёл его к своей блаженной уже юродивой матери. Матушка, благослови, как родного брата. Он боролся из последних сил, чтобы только не поднять руку на Мышкина. Из последних сил это настоящий борец был. Вот. И в конце концов кричит «Уступаю! Твоя! Бери! Твоя! Уступаю!» Ну, как уступить, когда Мышкину она не нужна? И, в общем-то, после того вечера, когда Настасья Филипповна оказалась на руках у Мышкина, и когда он должен был уже на ней жениться, он умоляет знакомого Евгения Павловича отыскать Аглаю. Ему кажется, что Аглая его понимает. Он глубоко к ней привязан. Их беседы какие-то такие отрывочные, какое-то сердце в сердце. Аглая, она ещё не жила толком. Я говорю, прям вот из оперы, прям в опере всё время была, из оперы под венец пойду. Аглая чистотой его как-то привлекает, детскостью какой-то, хотя она и своенравная, и капризная. И потом очень большой любовью к нему. И вот он умоляет Евгения Павловича любой ценой найти Аглаю. Меня, говорит, к ней не пускают. Я бегаю, меня не пускают к ней. Почему меня не пускают? Я бы ей объяснил. Так что бы вы ей объяснили, потрясён Евгений Павлович. Ведь вы же женитесь на другой женщине. Это неважно, говорит Мышкин. Это совсем не то, это не главное. Ну и что, что женюсь? Ну я бы Аглая Ивановне всё объяснил. Я не могу без неё жить. Она бы поняла меня. Да её и нет здесь, они уехали. Да поедемте к нему. Он чуть не на коленях стоит. Несколько дней он одолевает Евгения Павловича. Он уже и не знает, как ему жить. От него отняли самое главное в его жизни. Вот эту самую Аглаю. Он уже не знает, как ему теперь жить. С другой стороны, он знает, что с самого начала у них, так сказать, разговоры идут, что ревность Рогожина беспредельна. Настасья Филипповна, бросившись от Мышкина в последний момент в толпе к Рогожину, который был же тут в толпе, кричит ему, увези меня. Рогожин увозит её, и она оказывается у него в квартире. И теперь уже Рогожин должен на ней окончательно, в один из, так сказать, из моментов, жениться. Рогожин вводит её в свою квартиру, никого нет, Мышкин их разыскивает, разыскать не может, они затворились. Настасья Филипповна на что-то ещё надеется, и Мышкин на что-то надеется, оба надеются на чудо. Оба они знают, что за Рогожиным ей нож. В первом же разговоре когда-то с Ганей, ещё когда Ганя 75 тысяч не получала, не кидала Настасья Филипповна в огонь 100 тысяч, Ганя спрашивал у Мышкина про Рогожина в самом первом разговоре. – Как вы считаете, – говорит он, – возьмёт ли её Рогожин в жёны? – Да, – говорит, – возьмёт, а потом через неделю и зарежет. Вот такое вдруг осенение было у Мышкина. Она и шла за него, потому что не было ей никакого выхода. С Мышкиным дороги нет, жизни нет без Мышкина, а с ним нельзя, а Рогожин – ну и пусть зарежет, в омут броситься никак не может, силы нет, ну и пусть зарежет. И они всё время, все трое об этом говорят. Они все уверены, что за ним ей нож. Хотя он из последних сил и тут борется. Он хочет, чтобы она его уважала. Он никогда ничего не читал, а тут начал читать историю Соловьёва. Она его похвалила, говорит, – я тебе реестрик составлю. И как, говорит, – первый раз с человеком, как с человеком поговорила. тут он один раз избил её, еще задолго дает, – ты в честную семью хочешь войти, а издеваешься тут надо мною. И взял и избил её. После этого она не разговаривала с ним два дня, а он сидел, говорит, – не простишь, утоплюсь. Не ел ничего. Ну, она простила его. Говорит, – если я выдаст его замуж, я буду тебе верной женой. Но дело ведь не в том, что она была бы верная жена. Дело всё в том, что ему нужна любовь Рогожину. А она его не любит. Она любит Мышкина. И вот так вот получилось, что ради последней сцены, последней, потрясающей, уникальной в мировой литературе сцены и был написан весь роман. Самые последние сцены в этом. Когда Достоевский начинал писать, у него уже перед глазами была эта сцена. Эта сцена, как Мышкин бегает, разыскивает, значит, Рогожина. Рогожин сделал вид, что их нет дома с Настасьей Филипповной. Потом Рогожин, убив Настасью Филиппову в первую брачную ночь, ножом пырнув её, он сидит теперь, он теперь разыскал Мышкина. Вот. Вот такая сцена, что нет другой такой, нигде никогда вы ничего не прочитаете. Ну, я не могу, к сожалению, тут очень много. Вот. Но надо кусочек. Рогожин. А да, они сидят около занавеса, за которым находится Настасья Филипповна. Где её спальня? Рогожин. Где Настасья Филипповна? Прошептал вдруг князь и встал, дорожа всеми членами. Поднялся и Рогожин. А там князь устроил ему постель, они легли на одну постель себе, он взял худшее место. Вот здесь, говорит, за ночью он вместе. Они как одно страдающее существо теперь. Там, шепнул Рогожин, кивнув голову за занавеску. Спит, шепнул князь. Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча. Алюш, пойдём только ты. Ну да, пойдём. – Входи, – кивнул он за портерой, приглашая князя. – Тут темно, – сказал он. – Видать, – пробормотал Рогожин. – Я чуть вижу кровать. – Подойди ближе-то, – тихо предложил Рогожин. Князь шагнул ещё ближе, шаг другой остановился. Он стоял, сматрился, минуту или две. Оба во всё время у кровати ничего не выговорили. У князя билось сердце, так, что, сказал, слышно было в комнате. При мёртвом молчании комнаты он уже пригляделся, так, что мог различать всю постель. На ней кто-то спал с совершенно неподвижным сном. Спавший был с головой закрыт белый простыник. Видно было, что лежит протянувшийся челумек. Кругом в беспорядке, на постели, в ногах у самой кровати, на креслах, на полу даже. Разбросно была снята одежда, богатое белое шёлковое платье, цветы и ленты. На маленьком столике у изголовья разбросаны бриллианты. Кончик ноги был ужасно неподвижен. Князь глядел и чувствовал, что чем больше он глядит, тем ещё мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала проснувшаяся муха. Пронеслась над кроватью и затихло у изголовья. Князь дрогнул. – Выйдем! – тронул его за руку Рогожин. Они вышли, уселись опять на тех же стульях, один против другого. Князь дрожал всё сильнее и сильнее и не спускал своего просительного взгляда с лица Рогожина. – Это ты выгорел, наконец? – Это я! – прошептал Рогожин и потупился. Ну, тут они договорились, чтобы никого не пускать, что закрыть клеёнками с жидкостью жидкостью труп, чтобы ждать до последнего, чтобы сидеть около этого трупа и не уходить, что только здесь есть место. Так, у князя отнялись ноги. И тут князь пытается вспоминать, чтобы как-то возродить Настасью Филипповну. Во-первых, им кажется, что они ходят. Дверь затворили, оба опять улеглись, долго молчали. – Да, я ведь хотел эти карты, карты. Ты, говорит, с ней в карты играл этот князь Рогожин. – Играл, – сказал Рогожин после некоторого молчания. – Где же карты? – Здесь карты, – выиграл Рогожин, помолчащий больше. Вот, он вынул игранную, завёрнутую в бумажку колоду из кармана и протянул её князю. Тот взял, ну, как бы с недоумением. Грустное, безотрадное чувство сдавило ему сердце. Он понял, что эти карты, которые он держит в руке, ничему, ничему не помогут теперь. Он встал и сплеснул руками. Вот, князь сел на стул и со страха смотрел на него. Прошлось полчаса. Вдруг Рогожин вспомнил, как захохотал, как Настасья Филипповна хлыстом по морде, значит, по лицу огрела офицера, который посмел к ней отнестись с оскорблением. Ха-ха-ха! Ещё кадет, кадет подскочил. И хохочет Рогожин в эстерике. Князь вскочил со стула в новом испуге. Когда Рогожин затих, князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом, и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать. Рогожин не поворачивал к нему головы и как бы даже забыл о нём. Князь смотрел и ждал. Время шло, начинало советать. Рогожин издалека и вдруг начинал бормотать, громко, бессвязно, вскрикивать, смеяться. Князь протял к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрагивался до его головы, до его волос, гладил, гладил его щёки. Больше он ничего не мог сделать. Он сам опять начал дрожать. И как бы вдруг отнялись его ноги. Какое-то новое ощущение томило его сердце бесконечной тоской. Потом он в бессилии, в отчаянии прижался к своим лицом, к бледному и неподвижному лицу Рогожина, слёзы текли из его глаз на щёки Рогожина. Может быть, он уже и не слыхал тогда своих собственных слёз и уже ничего не знал о них. По крайней мере, когда после многих часов отворилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспамятстве и горячке. Князь сидел после него, подлинного неподвижного, на подстилке. И тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провесть дрожащей рукой по его волосам и щека, как бы лаская и унимая его. Но он же ничего не понимал, о чём его спрашивали, и не узнавал вошедших, окружавших его людей. Если бы сам Шнейдер, доктор, явился из Швейцарии, взглянуть на слово бывшего ученика и пациента, то он, припомнив состояние, в котором бывал князь в Швейцарии, макнул бы тебе рукой и сказал бы, как тогда, идиот. Потом заключение. Теперь все шли навстречу к катастрофе, зная, что будет катастрофа. Неотвратимо все шли к катастрофе. И вот эта последняя сцена – это полное слияние двух людей в одно страдающее существо, палача и жертвы. Один убийца, другой, знающий, что будет убийца, и ничего не могший сделать, хотя все бегал, пытался предотвратить. И какая же безумная жалость, какое отчаяние жалости у Мышкина к Рогожину. Как ему его жалко! Как он жалеет на остальце Филиппову, жертву, и как он жалеет палача Рогожина. После этого остаётся только вот так вот впасть в то состояние, в которое изначально находился Мышкин. Это величайшее сострадание, величайшая жалость. Вот так вот показывает, пытался показать Достоевский положительно прекрасного человека, для которого сострадание есть главный закон человеческой жизни, который в людях старался видеть одно только доброе. И люди на какое-то время раскрывались ему в добре. Рогожин раскрылся в добре, Настасья Филипповна, наглая, каждый оборачивался к нему самой доброй, самой прекрасной стороной. Но слишком зла много в мире, слишком испорчен, одурманен аморальностью, жаждой денег, совершенно полным безверием одурманен мир. И люди потом наскакивали на князя и рвали его на части. Потом. И вот, как видите, вот тот же Евгений Павлович, который рассуждал, как какой странный идиот, двух любит сразу. Вот много споров стояло, и дискуссий даже, по телевизору тут проводилась дискуссия. Кого же всё-таки, как это, что такое, кого же любит-то князь? Двоих, что ли, он любит или как? Для вас, наверное, уже для всех, хотя бы даже по этим обрывкам, отрывкам, видно, что князь любит не двоих, а одну. Князь любит одну, а другой безумно сострадает. И что ничего тут невозможно сделать. А Рогожин, интересна здесь роль Рогожина. У Рогожина был только выход или убить себя, потому что страсть сжигала его сердце, или вот убить Настасью Филипповну, что он и сделал. Ну, его, кстати, там показано в заключении, что он отлежал в горячке несколько месяцев, потом его на каторгу на 15 лет отправили Рогожину. Ну, так что князь совсем не какой-то там, который любит двоих. Он любит одну и очень сильно любит. Ничего не может сделать. А Рогожин вот очень интересно в Тарковске. Он хотел ставить идиота. Ну, вы знаете Тарковского, да? Он хотел ставить идиота, у него уже сценарий был готов. Вот. Он отобрал самые главные с его точки зрения сцены. И он, у него четыре героя, значит, как и у Достоевского. И он говорил, что Рогожина, он очень уважает Тарковский. Он считает, что та самая Настасья Филипповна как-то использует Рогожина. Он говорит о двойственно-двусмысленной роли женщины здесь, именно Настасья Филипповна. что она не смогла совладать с собой. Терехова, кстати, должна была ей играть. Она не смогла совладать с собой, своей обиженной, слишком душой. Ей надо было вот этот имидж сохранить, что она опозорена. И этот имидж жил в её сердце. И поэтому она изводила князя. А Рогожина, а вы сами видели, вот даже из тех отрывков, как она без конца использует Рогожину. Рогожин, уйди, тебя не надо. И сколько раз так. И Рогожин покорно уходит. И, в общем-то, не дали поставить Тарковскому ни фильм «Мой Достоевский», ни фильм «Идиот» не дали ему поставить. И так вот он остался без этих фильмов. Вообще он за всю жизнь поставил только 7 фильмов, а мог бы поставить 57, потому что в нём тоже огромная творческая сила жила. Он преклонялся перед Достоевским. Я, конечно, очень многое здесь опустила, чрезвычайно важное. Я опустила картину. Картину, которую Достоевский незадолго до тем, как приехать, начать роман, увидел в городе Базеле картину Гальбейна, которая называется «Мёртвый Христос». Там, значит, Достоевский даже на стул встал в музее, никак не мог оторваться от этого. Там изображён Христос, Иисус только что снятый с креста, со следами невероятных мучений, уже мёртвый, и уж до этого ещё мучили страшно, до того, как распяли. И весь он в синяках, в подтёках, в кровавых ссадинах, глаза закатились, и нет никакого проблеска в жизни в этом лице. Это лицо мёртвого человека, несчастного и страдавшегося мёртвого человека. И вот Ипполит, там есть один персонаж, уж я не буду о нём сейчас говорить, столько вы спросите. Этот Ипполит рассуждает про эту картину. Картина эта висит в квартире у Рогожина. У него есть эта картина. Ипполит говорит, что если ученики Иисуса видели, это его тело, это его труп, как же им было страшно, как они могли поверить, что он воскреснет. И Ипполит рассуждает, что Ипполит – безбожник, вернее, даже не безбожник, он не верит в воскресение Христа, он не верит в Христа как Бога. Он говорит, что вся природа, может быть, жила ради того, чтобы создать вот этого прекрасного человека. И если природа допустила, что этот человек погиб, так нелепо и жутко погиб, то как же после этого можно жить на свете? Природа миришится в области какого-то жуткого, страшного зверя, какого-то гигантского паука, говорит Ипполит. И на эту картину взглянул Мышкин как-то и говорит, он уже в квартире у Рогожина, говорит, от этой квартиры может вера пропасть. А Рогожин говорит, да, пропадает иногда. И потом спрашивает Мышкин Рогожин, Рогожин Мышкин, а что, князь, хочу тебя спросить, ты в Бога-то веруешь? А Мышкин говорит, как ты странно спрашиваешь. И стал рассказывать ему случаи, из которых видно было, что он очень верует в Бога. Очень верует в Бога. Про то, как... Есть, что делать на нашей русской земле. Про то, как одна... Женщина, молодка, ребёночек у неё на руках улыбнулся, и она ему улыбнулась, так радостно улыбнулась и смела. А Мышкин спросил, ты чего, говорит? А она говорит, вот как Иисус, как Господь видит перед собой кающегося грешника, так вот мать видит первую улыбку своего ребёнка. Так же и Господь радуется, когда видит перед собой кающегося грешника. Там много всего другого. Но самое интересное вот что. Мышкин считает, что есть, что делать на нашей русской земле, что есть, что делать русскому человеку. И что атеизм не под какие, так сказать, вера, когда говорят о вере и когда отрицают веру. И это невозможно выразить никакими словами. Религиозное чувство не подходит ни под какие слова. Всё будут говорить не о том и не то. А вот эта женщина с ребёнком, она как раз его выразила. Очень интересно о Мышкине написал Григорий Померанц, очень известный критик. Он говорит, что Мышкин благодатен изначально, что он не задан, а дан изначально, дан как прекрасный человек. Ему не надо было работать над собой. Он прям вот родился у Достоевского как человек совершенный, прекрасный. И такая вот получается, что и перед ним все преклоняются, но поскольку кругом грязный аморальный мир, то они его забили и умертвили. Не состоялся этот прекрасный человек. Не состоялся. Одна из критик, некая Сараскина, очень интересный критик, она говорит, что это такое за положительный, прекрасный человек? Что он сделал? Скажите, он даже не спас Настасью Филипповну, которая так в него поверила. Кому он помог по-настоящему? Кого довёл до конца? Вот как вы относитесь к таким вопросам? Кто из вас высказал? А? Все вот природились уже одной, это какая-нибудь сила. Все как заживелились, все в себе лучше начали находиться, сами чувствовали. Он осветил. Да, но они потом снова, так сказать, жили прежней жизнью. То есть ты как раз-таки показал, что достаточно одной вот этой чистоты, прикосновения, да, чтобы люди начали раскрываться, перерождаться. Начали перерождаться, но мир-то остался лежать во зле, и убийство-то это страшное состоялось. Да, вот именно это. Да. Он фактически спровоцировал все эти трагедии. И, будь его, они, может быть, и жили бы, и в такой взгляди, там, как угодно, можно говорить, но они жили бы. А вот появление такого персонажа, идеального, да, оно как бы вот обозначило, а не спровоцировало, в общем-то, что это было. Ну, Тараскин, да, такой тон написал. Да, 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 да. Вот читали, да? Я не помню, что он читал, такие вещи, но все, что он читал, он имел возможность такую, и его, так сказать, главную идею, усечь, да? Да, да, что он, да, он так думает. А, в принципе, если так вот странно рассуждать с наших, так сказать, логичных позиций, то он, да, действительно спровоцирует все эти смерти, все эти гибели. А так бы люди жили вот в этом вот. То есть реально для романа это да. А вот для нашей жизни это может быть как раз тот идеал, который, в общем-то, как-то нас именно провоцирует на что-то другое. Часто там он не может провоцировать. То, что они... Нет, роман говорит об этом. Вот роман не реально так. А вот роман, то можно и все. То есть если идти против романа, то он же реально, они все погибли, они все. Ну погибли, погибли Мышкин и... Занервничали, как все сразу. Мы говорим о разном. Задергались, это провокация, что... Нет, мы говорим о разном. Идиоты с его рода Христос, пришедший в девнадцатый лет. Христос провоцировал, что закончился? Секундочку. Я просто говорил о романе. В романе реально так происходит. А каким образом он это сделал? А вот так вот в своей жизни, в своем существовании этот погиб, этот умер. Нет, ну как конкретно? Что он сделал для этого? Да ничего, просто в своем существовании вот такие вот свои существования нет, это я не верю в такое. Ну как не верите, а Рогожин погиб? Погиб. Это голословные слова. Вот правильно молодой человек говорит. Как чистота может спровоцироваться? Нет, ну хорошо, вот Рогожин погиб? Погиб. Погиб, да? Анастасия, погибла? Погибла. Погибла. А Аглая, как она вообще живет? Аглая, это... Аглая сбилась с пути там. Да, но она, может быть, и дает... Она очень порывистая такая, да. Аглая, как он, наоборот, как лекарь, как дядя в лесу. Он из них сходил в грязь. Какой лекарь до этого не произошло? Это просто развязка. Почему бы по конечному результату сразу так с людьми нет права? Я не сужу ничего. Я просто рассуждаю, я ничего не сужу. Дело в том, что... Поняли, да? Ваша интересная такая мысль, что... Ну и я вот, например, может быть, если такой человек появляется, то у людей есть выбор, следовать своим страстям или все-таки приобщиться к нему и стать лучше. Для этого и существует собственная церковь. Собственно, подтвердили мою мысль. В романе так, а для людей, которые вот здесь, вот где-то еще прочитают, для них действительно выбор. А роман выбора этого не дает. Я же не предварительно... Да, и, соответственно, они следуют своим страстям и происходит вот этот ракет. Да, да, да. И тогда вот мы говорим, если вот так вот пойдешь, вот так вот будет. А если вот так пойдешь, вот так вот будет. Ну, это... Это в жизни каждого происходит, и каждый делает свой выбор. А роман есть? Достоевский ведь в черновиках называл князь Христос. Он не просто говорил князь Олег Николаевич, а называл князь Христос. Но дело-то все в том, что одно дело князь Христос, другое настоящий Христос. Если бы Господь пришел бы в грязный и мерзкий этот мир, безбожный, то было бы по-другому, если бы пришествие Господа. А это ведь человек, что может сделать человек против целого мира? Что может один человек сотворить с миром? Человек может многое сделать. Там пока рассказывается о Гаазе, о докторе Гаазе, который, в общем-то, арестантов, всех самых страшных арестантов снабжал там этими кренгельками, там, проповеди. Каждого жуткого арестанта. Сколько он помог людям, этот Гаазе. И вообще там показывает, сколько, как единичное добро может сотворить великое дело. Но переделать мир, а тут мир перед ним. И причем там, я еще вам не сказала про, я вам упомянула, но не сказала про газетную хронику со всех сторон этой газеты. И причем действительные эпизоды из газет. Там некий горский студент, образованный, интеллигентный, вырезает целое семейство неких жимариных, в том числе грудного младенца, потому что вы захватите их деньги. Все это в газетах написано. Вот здесь на Моросейке некий купцов Мазурин, то есть этот купец Мазурин, нападает на ювелира Калмыкова, своего знакомого, и убивает этого Калмыкова, чтобы захватить тоже его богатство. Грабит почту. Достоевский, кстати, очень гордился, что, когда уже было написано «Преступление и наказание», некий Данилов, там, студент, буквально как Раскольников поступил, совершенно параллельно, так сказать. Вот, говорит, мы случалось, говорил Достоевский, вашим, так сказать, копанием, так сказать, в мелочах, в подробностях, ничего не предскажешь, а мы, случалось, предсказывали, даже и факты случалось. Неужели мой фантастический идиот не является самой настоящей в действительности? Говорил Достоевский. Я, говорит, не за роман стою, роман, говорит, мне не удался, я за идею свою стою. Это идея о том, что есть в мире красота, есть в мире добро, есть в мире, так сказать, главное, но, с другой стороны, только Господь Бог, и это чувствуется, волен переделать мир, волен переделать человечество, волен изменить ход истории. Кстати, когда вышел роман, некоторые люди говорят, что ах, фантастика, а другие, как, например, такой Яновский был, он говорит, невозможно, говорит, сейчас по железной дороге едешь, в магазины заходишь. Везде только и говорят о князе Мышкине. Все говорят, какое лицо явилось в мире. Уже в наше время, уже ближе к нам, где-то летом 70-80 назад, Фудель такой, может быть, слышали? И вот Сергий Фудель, он, так сказать, писал про идиота и про Достоевского, перед которым он преклонялся. Он говорил, что ему хотелось, он стал свою жизнь сверять с жизнью идиота, ему хотелось быть таким же, как он. Он всё время, он даже молился иногда за идиота. Представляете, ну, мало ли, что его нет на самом деле, а многих сейчас уже нет, которые были. Для Достоевского, кстати, вот для Фуделя тоже выходит, люди, созданные воображением художника, они такие же, может быть, даже живее, чем люди, которые живут на земле. Вот. Вот поэтому повторяю эти слова. Неужели фантастический мой идиот не такая же реальность, не такая же действительность? Достоевский, кстати, очень любил людей, которым нравился его идиот. Он как-то отмечал этих людей. Он, видимо, очень много личного вложил тут. Много личного автобиографического он вложил. Он вложил там же вот о смертной казни, я вам не говорила, сколько он выступал там против смертной казни в романе, как он показывает сцены смертной казни, когда рассказывает о Япончаных там за завтраком, как он дважды был свидетелем смертной казни, что ничего нет страшнее, как специально убивают человека. В лесу разбойники, ещё есть надежда вырваться. А тут специально убийство, ничего нет хуже этого. Не убей. Много раз опять повторяется эта мысль. И, в общем-то, конечно, когда читаешь и думаешь, то думаешь, да, здесь потоком льётся добро, потоком льётся благодать, но всё-таки перед нами не Бог, а человек. Перед нами самый замечательный, самый положительно прекрасный человек, но это не Бог. И потом Достоевский позже уже. Его эта идея очень занимала. Ведь Достоевский начал с любви к Христу. Не к вере в него, как в Бога, а именно вначале он полюбил, а потом только через какое-то вере поверил в него, как в Господа. И он уже писал по-другому. Он писал, что святые, которые распяты были за Господа, пошли, которые, вот они своей сияющей плотью доказали, что Иисус Христос – Господь, что он не зря умер за человечество, что это Господь, что это Бог именно. Ну, в общем-то, потом Достоевский уже стал очень верующим человеком. А вначале, в молодости, довольно долгое время он просто очень любил Христа. Всегда его любил. От веры, от любви к вере легко перейти. Так же, как, наверное, и от веры к людьмам. Ну, самое страшное для него было тут образ России. Им очень страшно за Россию, что вот такие вот убийцы ходят, что адвокаты их защищают. Самое страшное, что вот потом адвокаты говорят, а разве как вот, например, этот Горский, который убил шесть человек у своего хозяина и даже грудного младенца, а как ему было не убить, если у него нет средств? А как же ему жить? Вот так защищали адвокаты, своих клиентов. Когда теряется грань между добром и злом, ничего уже нет страшнее. Ничего уже. Но, так сказать, Мышкин живёт в мире, где теряется грань порой между добром и злом. Субтитры создавал DimaTorzok